Додатковые меры по диспансеризации насельництва, якой проживая на забрудженных территориях, обороночая меры у сельской господарцы, премии для талиновитой молодцы и снижение податков для подпрымальников. На сегодняшней сессии областного совета депутатов разгледжены 12 питаний, которые относятся разных алин в творчестве и социальной сферы. Наши корреспонденты подчекали принятыми решениями. Снижение дозы опроменивания насельництва за обеспечением жильем и льготной категории грамадзян и специалистов, які проезжают на работу на территорию радиационных забруджвания, а так само реализация инвестиционных проектов, накерованных на социально-экономичное развитие потерпелых районов, плюс будовництва станции обезжалезвания и на бытё сучасных медицинских обсталяваний. Региональный комплекс мероприемств по реализации Державной Чарнобыльской программы был затверджен наприконцы 2016 года, але за минулый час з'явились новые реалии и махчымасті, які и знайшли адлюстраванне у новой редакции документа. На сьогоднішній сессії у воглі унесены целый шерех змяненнів, у раней прайнятое рашэнні, накерованное у першу чергу на стварэнні больш спраяльных умов для развития экономіки. У приватнасті гэта тычыцца зніження ставок адзінага падатку для індивідуальних прадпрымальнікаў. Платейщики единого налога – это более 9 тысяч. И ещё кроме индивидуальных предпринимателей, платейщиков единого налога, уплачувать данный налог физические лица, которые имеют право шлять деятельность по заявительному принципу, в соответствии с налоговым кодексом и гражданским кодексом. Это число около 5 тысяч физических лиц. Вот для этой категории платящиков, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в третьем квартале 2020 года уменьшены ставки единого налога в два раза. Что это даст? Это оставит в распоряжении физических лиц, индивидуальных предпринимателей более 1,9 миллиона рублей. А прача таго перагледжены умовы просуджения што-гадовых прэмий по подтрымце талиновитой молодзи. Узнагороджывание на Гомельшине отбывается уже больше, как 20 годов. За гэты час стапендыятами стали коля 400 человек. Зараз, колькась прэмий повеличивается, удакладняются их помер у залежности от номинации. Ребёнок талантливый, который учится в музыкальной школе, показывает результаты, является дипломантом и победителем конкурсов. Премия его составит больше 400 рублей. Ну а, скажем так, актёра театра, если он, соответственно, тоже подходит по критериям сегодня инструкции о присуждении премии Гомельского облсполкома, его премия будет составлять более 700 рублей.